Размах коррупции, конечно, в республиках страшный. Там заводы резали на металлолом, обогащались любым путем. Друг Игоря Стрелкова-Гиркина, известный российский писатель и блогер Максим Калашников, рассказал, что на захваченных Россией территориях Донбасса царит мародерство невиданных масштабов. Российские оккупационные власти грабят и вывозят в Россию все, что только можно. А местное население просто в шоке и ужасе от такого русского мира, и люди мечтают о возвращении Украины. Размах коррупции, конечно, в республиках страшный. Там такой отстойник, так сказать, таких вот антисуществ, таких мародеров, что просто, я не знаю, хоть всех святых выноси. И местные жители, глядя на то, что, ну, смотрите, а, с России-то пришло вот такое. Как будто с Россией могло прийти что-то другое. Получилось, что с той стороны украинской, ну, там тоже хватает, но все-таки не так. То есть вы принесли ад. И поэтому, вот стоп-безопасники на что жалуются, очень много спящих ячеек, которые работают, или как, такого подполья, которые работают на... Их много не только на территории вот той, что освободили с 24 февраля 2022 года. Нет, в самих ЛДНР такие ячейки тоже есть, потому что, ну, люди просто озлоблены. Ну, они думают, ну, придут, большая Россия, русские придут, порядок не ведут. А принесли, собственно говоря, вот такой вот бардак. Ну, почему бардак? Принесли в самый обычный русский мир. Разве в России какие-то другие порядки? И вообще, разве завоеватели когда-нибудь, где-нибудь вели себя иначе на захваченных территориях? Да нет, завоеватели-оккупанты именно так всегда себя везде и ведут. Даже если они называют себя освободителями, они ведь захватчиками-оккупантами от этого быть не перестают. И дальше началось самое интересное. Максим Калашников признал, что жители Донбасса, насмотревшись на такой русский мир, на такое освобождение, в большинстве своем стали поддерживать Украину и активно записываться в ВСУ. Простите, на этих освобожденных территориях, это русский Донбасс, люди, многие люди, вот после такого освобождения, в кавычках, идут в ВСУ мстить, потому что им сломали жизнь, отняли жилье. В ходе такого освобождения гибли их родные и близкие. Смотрите, как интересно. Российский патриот, имперец, не какой-то украинский агент или либерал, а самый, что ни на есть, вот такой вот турбопатриот, можно сказать, рассерженный патриот, прямо признает, что так называемое освобождение Донбасса в реальности не было никаким освобождением, что это по факту просто уничтожение Донбасса. И что местные жители такого освобождения не хотят. И наоборот, они готовы воевать за Украину против России, потому что Украину считают своей страной. Вот и фактически на наших глазах рассыпается очередная ложь российской пропаганды. Вот мне, например, в Луганске показали, вот смотрите, говорит Максим, вот есть трамвайные пути. На трамваях не ходит, а нет троллей вот этих, что называется, проводов над путями. Почему? А Колыван все срезал и продал на металлолом. Колыван это Плотницкий, ну это бывший руководитель уже Луганской народной республики. Так это просто от фашистского трамвая освободили. Ну, помните, при Украине Луганск страшно притесняли, поэтому там ходил трамвай. И просто, знаете, одним своим видом унижал гордость луганчан. Поэтому пришел русский мир и защитил Луганска трамвая. Там шел дичайший дерибан, когда образовался эти республики, когда там расставили кадры куратора из Москвы, отобрав туда, ну не знаю, ну самый-таки отстой, да, и мародеров. Там началась просто дикая вакханалия. Там заводы резали на металлолом, обогащались на любом путем. Не понял, какие еще кураторы из Москвы? Говорили же, что там никакой России нет, что это просто внутренний конфликт в Украине, что это независимые народные республики. Теперь уже признают, что оказывается там все подчинялись каким-то кураторам из Москвы. Кураторы из Москвы все решали. Кураторы из Москвы отдавали приказ заводы пилить на металлолом. Ну, с другой стороны, все равно хорошо, что не фашисты. Вот если бы фашисты пилили заводы на металлолом, то было бы очень плохо. Страшное унижение и притеснение Донбасса. А так свои же из Москвы пилили. Своим можно. Такое вот разложение начальства, оно очень сказалось, очень пагубно сказалось на начале боевых действий в так называемой СВО. К сожалению, да, вот как мне говорят и местные ребята, кто воевал, и безопасники, наступило нечто, что напоминает сюжет фильма «Свадьба в Малиновке». То есть красные пришли грабят, белые пришли тоже грабят. С территории освобождаемых ЛНР Луганской и Донецкой областей, как мне вот рассказывали, вывозили все, что могли, фу, до сельхозтехники. Вот самое главное, что меня поражает в этих людях, что они сами открыто признают, что несут Донбассу только разруху, горе, смерть, но при этом продолжают поддерживать войну. То есть они сами говорят, вот, что 9 лет Россия Донбасс просто нещадно грабила. Сейчас продолжают грабить еще сильнее. Сами признают, что творится дикое мародерство, что они никого не освобождают, а просто рушат, стирают с лица земли все эти поселки, людям несут смерть и разруху, что вывозят оттуда все, что можно, грабят какую-то сельхозтехнику. То есть они признают, что происходит преступление масштабное, что это не защита Донбасса. Они признают, что население Донбасса их ненавидит, население Донбасса против России, население Донбасса такое освобождение не нужно. И все равно продолжают призывать захватить всю Украину и отдать ее фактически на растерзание вот тем людям, о которых они рассказывают, этим всем мародерам, преступникам, грабителям. То есть как это вообще? Ну это не укладывается в голове. Ну ладно, я могу еще понять, когда там по глупости, по незнанию, там в 14-м году какие-то идеалисты могли это поддерживать, которые там реально верили в то, что будет что-то качественно другое, что Россия там придет, спасет. Ну сейчас все же видно, они сами причем признают, они даже не отрицают, что это происходит, они сами все это рассказывают. И все равно призывают это все продолжать, говорят, давайте всю Украину так накроем, разграбим это. Ну как, какими словами это назвать? Кем надо быть, чтобы вообще все это говорить? Ну вот в любом же случае важно, что смотрите, мы же ничего не придумываем, мы ничего не сочиняем, не надо никаких фейков. Вот, просто цитировать этих людей, и они же сами все рассказывают, что Россия делает с Донбассом. Ну вот поэтому важно это все собирать, вот эти свидетельства самих россиян, и важно их распространять. Важно показывать всему миру, поэтому делитесь такой информацией. Обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Обязательно оставляйте лайки, комментарии к видео. Это поможет видео получить больше охват, соответственно, больше людей увидят правду о том, что Россия делает с Донбассом и его жителями.